Мы наследники победы. Именно так называется конкурс, который вскоре стартует на территории полуострова. Конкурс, конечно же, патриотический, как вы уже, дорогие наши телезрители, успели понять. И более подробно сейчас мы об этом поговорим с Верой Паутовой, директором Государственного бюджетного образовательного учреждения дошкольного образования Республики Крым, Дворец детского и юношеского творчества. А также у нас в гостях Наталья Сырбу, директор Межрегиональной общественной организации «Русское единство». Доброе утро. Доброе утро. Итак, на календаре 21 января заявки на конкурс уже начали принимать. К чему такая спешка? На самом деле это не спешка. Есть уже приказ, который подписан вместе с Севастополем. И наш город участвует, вся республика Крым. Поэтому это положение, которое уже ежегодно, традиционно, этот конкурс входит в просторы ребят. И все очень ждут это положение и ждут этот приказ. Поэтому мы начинаем, мы стартуем работать. Потому что работа трудоемкая, работа большая. И ребята должны успеть к ней подготовиться к уже заявленным срокам. А что из себя представляет заявка? То есть это какое-то письмо, это видеоролик, это обращение? Нет, это разработанная нами анкета, где ребята сообщают сведения о своей организации, о школе, количестве человек и название номера, необходимое техническое сопровождение. Все, что требуется по нашему положению. Давайте же перейдем к основным положениям. Что подразумевает сам этот конкурс? Вы знаете, что год объявлен 75-летием Великой Отечественной войны. Поэтому этот конкурс как никакой, как можно больше масштабно раскрывает эту тему. И уже выпуская положение, я хотелось бы обратить внимание руководителей на то, чтобы... Все-таки это конкурс не творчества, не таланта, не поиска таланта. Это конкурс поиска новых историй. Новых каких-то героических историй. Тема в этом году очень сложная. Она интересная, но сложная. Мы наследники Победы, эстафета времени. То есть она такая широкая, но тем не менее достаточно сложная для ребят. Сколько подразумевается принять участие людей в этом конкурсе, школ, учреждений? Обычно принимают там порядка 3-4 тысяч детей со всего Крыма. Нет, это только с зоны. Вот у нас 25 зон, и только с одной зоны у нас получается порядка 2-3 тысяч ребят, которые принимают участие. То есть конкурс масштабный, о нем знает практически каждый школьник. И он престижен, потому что есть достойные вознаграждения. Но мы всегда обращаем внимание руководителей. Уважаемые руководители, пожалуйста, делайте на цель, цель делайте конкурса и объясняйте ребятам правильно главную составляющую конкурс. Это не цель добыть какой-то главный большой приз, а призы действительно достойные и интересные. А цель именно поиска новых историй, рассказа новых историй о подвигах героев того времени. Ну а основная тема, она звучит так. Это должно быть обращение современной молодежи, современных ребят к конкретным участникам того периода. Ну тогда конкретный вопрос. А судьи кто? Судьи у нас были определены. Они уже тоже есть как бы из года в год почетные люди. Но, конечно, идейный вдохновитель это Елена Александровна Аксенова. Благодаря ей, конечно, происходит много событий в нашем городе. И этот конкурс, она действительно является идейным вдохновителем. Несет вот этот вот главный посыл. То есть ребята оценивают профессионалы, смотрится. Знаете, мы иногда даже не смотрим на талант, как хореографический или вокально исполнен номер. А вот насколько он информационно емкий и правильный. Эмоциональный. Это очень важно. Когда ребята переносят свои эмоции, и мы сидим в жюри, и у нас катятся слезы. Пусть они там где-то схалтурили. Но вот этот вот эмоциональный посыл, он, конечно, стоит всегда больше всего. То есть это такая небольшая подсказка тем, кто хочет получить призовое место. То есть главное, чтобы внутри что-то было. Да, да. Вы знаете, каждый год ребята находят интересные истории. И мне когда-то задают вопросы, а вам не стыдно, что вы не знаете ту или иную историю? Действительно, их огромное множество. И каждый раз, когда ребята находят новую интересную историю, можно сказать, что в этот период участники этой истории, те, кто основные герои, они оживают. Поэтому мы всегда говорим, ребята, постарайтесь в этом году оживить как можно больше вот таких героев. Покажите эти героические подвиги. В этом году покажите, какие достижения были в послевоенный период. В период с 1945 по 2020 год. В культуре, в спорте, в технике, в экономике. То есть различные-различные сферы можно отразить и показать, как они, как им дан был толчок вот того героизма, того периода. Вы настолько интересно рассказываете об этом масштабном конкурсе, что я вот начинаю жалеть, что я уже не гожусь, не могу в нем принять участие. Действительно, хотелось бы. И дело ведь какое. Это же память поколений, передача этих самых историй, потому что дети всегда между собой общаются. И это огромное дело, это огромный вклад нашего, в развитие нашего будущего. И передача поколений, повторюсь, это крайне важно. Вам хотелось бы выразить огромное спасибо за то, что это утро встречаете в нашей компании. Ну а телезрителям хочу напомнить, что сегодня вместе с нами была Вера Паутова, директор Государственного бюджетного образовательного учреждения дошкольного образования Республики Крым, Дворец детского и юношеского творчества, а также Наталья Сырбу, директор Межрегиональной общественной организации «Русского единства».